Здравствуйте! Это кулинарный канал Татьяна о еде и не только. Смотрите мои видео рецепты, пишите комментарии и, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал. Сегодня я готовлю необыкновенно вкусные десертные блинчики. Тоненькие, мягкие, очень-очень ароматные. Приготовленные на миндальном молоке с миндалем и кокосовой стружкой. Только не пугайтесь такого ингредиента, как миндальное молоко. Я расскажу, как его приготовить. Это очень просто. Все остальные ингредиенты у вас найдутся. И, конечно же, не забудьте о красивой подаче этих необыкновенно вкусных блинчиков. Итак, начинаем готовить. Для теста мне понадобится 160 г муки, 2 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли, пол ч.л. разрыхлителя, 3 яйца, пол литра нежирного кефира, 60 г кокосовой стружки, растительное масло для жарки. Ну и, собственно говоря, миндальное молоко. Как я его приготовила? С вечера я перебила миндаль блендером. Залила его водой. Мне понадобилось на 100 г миндаля 400 г теплой воды. Ну, теплой такой, комнатной температуры. И утром у меня получилось миндальное молоко. Очень ароматное. Такое, как продается в магазине. Только без кокоса, без миндального жмыха. Вот с такого миндального молока мы будем готовить блинчики. Соединяем вместе яйца, сахар, соль. Хорошенечко все это перемешиваем. Добавляем кокосовую стружку. Не перестаем мешать. Далее добавляем кефир. Кефир, я повторяю, у меня 1%. Все ингредиенты, которые вы смешиваете для блинного теста, должны быть чуть-чуть теплее, чем комнатной температуры. Добавляем разрыхлитель. Миндальное молоко. Обязательно добавьте в тесто миндальный жмых. В блинчиках будут маленькие крупинки миндаля и кокоса. Это очень вкусно. И миндальный жмых будет добавлять блинчикам миндальный аромат. Через сито просеиваем муку. Хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто получится как жидкая сметана. Не густое. За счет того, что мы используем кефир, а не используем обыкновенное молоко, блинчики будут очень мягкие. Мягкие и нежные. Вот такое тесто у меня получилось. С крупинками миндаля и кокоса. Обязательно дайте тесто настояться минут 20. И можно будет перемещаться к плите, готовить блинчики. Перед каждым блинчиком, перед каждым разом, как вы будете наливать тесто на блинчики, обязательно его перемешивайте, чтобы в Аполлонике у вас были крупинки миндаля и кокоса. Блинчики очень хорошо снимаются, хорошо переворачиваются. Получаются тонкими и красивыми. С такого количества теста у меня получилось 15 тонких блинчиков. Посмотрите, они красивые, тоненькие, с крупиночками миндаля и кокоса. Надеюсь, рецепт вам понравится и блинчики вам тоже понравятся. До новых встреч!